Здравствуйте, ребята! Тема урока «Внутренний теньшань». Цель урока – сформировать целостное представление о внутреннем теньшане. Сегодня мы с вами рассмотрим географическое положение внутреннего теньшане, геологическую историю, рельеф, климат, воды, ландшафты и хозяйственную деятельность внутреннего теньшане. Географическое положение. Внутренний теньшань на севере граничит с северным теньшанием и с Иссыкульской котловиной, на востоке – центральным теньшанием, на юге проходит государственная граница с Китаем и на западе – с юго-западным теньшанем. Естественными рубежами являются на севере Таласский хребет, Киргизский хребет, Тирскей-Алатоу, на юге – хребет Кокшалтоу, на западе – Ферганский хребет. С востока территория ограничена водоразделом, отделяющим систему реки Сары-Джаз от системы реки Нарын. Площадь внутреннего теньшани 69 700 км2, что составляет более 34% площади всей республики. Это самая большая по площади провинция. Геологическая история. Горные хребты, входящие в систему северного теньшани – Таласский, киргизские хребты – сформировались в результате калидонской складчатости, проходившая в нижнем палеозое. Формирование горных хребтов, входящих в среднюю систему – это Тирскей-Алатоу, Джетим, Джетим-Бель, Нарын-Тоу и другие – относятся на половину калидонской складчатости, на половину герцинской складчатости. Южная система – хребет Кокшалтоу – целиком сформировался в результате герцинской складчатости. В связи со сложностью истории развития территорий и очень сложное геологическое строение этих горных систем, современный рельеф провинции сформировался в эпоху альпийской складчатости. Рельеф. Наивысшая точка провинции – пик Донкова, 5982 метра, расположенный на хребте Кокшалтоу. Самая низкая точка – на территории Китмин-Тюбинской долины – 800 метров. Средняя высота поверхности территории – выше 3000 метров. Рельеф очень сложный, состоит из множества горных хребтов и расположенных между ними межгорных долин. Хребты и впадины простираются в различных направлениях, но преобладают широтные. Будучи приподнятой на 2-3 тысячи метров, эта территория отличается не только чередованием горных поднятий и котловин, но и широким развитием высоко приподнятых выровненных поверхностей сыртов. В верховьях ущелий на сыртах распространены формы рельефа, образованные деятельностью древних ледников – корытообразные долины, сглаженные скалы, бараньи лбы. В долинах, сложенных соленосными глинами, песчаниками, конгломератами, образовались предгория, пестроцветные чапы, бетленда с разреженной растительностью. Климат. Климат внутреннего теньшания континентальный, местами резко континентальный и засушливый. На формирование климата повлияло несколько факторов. Первое – очень сложный рельеф территории провинции. Второе – внутреннее положение, окружение со всех сторон высокими горами. Проникающие в этот регион воздушные массы оставляют большую часть влаги на наружных склонах окраинных хребтов. В связи с этим здесь наблюдаются адиабатические процессы нагревания воздуха, в результате которых образуются феновые ветры во внутренних долинах, где господствует засушливый климат и даже зимой не образуется снежный покров. Распределение температуры воздуха зависит от абсолютной высоты местности, экспозиции склонов и расшлененности рельефа. Самая высокая температура в Кетмен-Тюбинской долине – плюс 23,6 градусов. Самые низкие температуры наблюдаются в Оксайской долине – минус 53 градуса. Атмосферных осадков в целом во внутреннем Тиньшане выпадает мало – 200-600 мм в год. Речные системы внутреннего Тиньшани подразделяются на три бассейна. Большая часть относится к бассейну реки Нарын. Оксай, Узенги, Кууш относятся к бассейну реки Тарим. Реки Качкорской и Каракуджурской долин принадлежат бассейну реки Чум. Крупнейшая река Нарын используется для получения электроэнергии и орошения земель. Реки Качкорской Большинство рек относятся к рекам Тиньшанского типа. Основное питание – талые воды ледников и снегов. Имеются реки и алтайского типа, питающиеся только снеговыми и дождевыми водами. Единственная река Качкорты питается озерной водой – озеро Сонкёль. Самое крупное озеро в провинции Сонкёль расположено на высоте 3016 метров. Сточная вытекает река Каджирты. Максимальная глубина – 22 метра. Сонкёль. 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 Сонке. Сонкёль. внутреннего Тиньшани находится еще одно крупное озеро смешанного происхождения – озеро Чатыркёль. Это бесточное озеро. Озеро расположено на высоте 3520 метров. Наибольшая глубина – 19 метров. Оксайский узел оледенения включает в себя 153 ледника. Это один из крупнейших на Тиньшани. Снеговая линия расположена на высотах 4000-4500 метров. Сложное орографическое строение внутреннего Тиньшани, различие в положении межгорных долин привело к разнообразию в распределении ландшафтов. В основном во всех долинах на горных склонах наблюдаются закономерности высотной поясности. В нижних и средневысотных впадинах распространены пустынные и полупустынные ландшафты на светло-бурых почвах. Растительность разреженной ксерафиты. Доля эфемеров значительно ниже по сравнению с северным Тиньшанем. На высоте 1800-2200 метров выше пояса пустынь и полупустынь лежит пояс сухих степей на карбонатных светло-каштановых почвах. Ландшафтообразующие растения полынно-тепчаковой формации и степное разнотравье. Этот пояс постепенно переходит к луговым степям и лугам с густым травостоем. От 1800 до 3000 метров формируется лесолуговой пояс. Но доля лесов незначительна, всего лишь 2,7%. Основная лесообразующая порода ель Тиньшанская на самом крайнем западе провинции в горах Атойнок, Узун-Акмат. Наряду с Тиньшанской елью произрастают пихта Семенова, деревца Арчи. Стелющая Арча и мелкие кустарники распространены и в следующем, более высоком субальпийском поясе. Выше субальпийского пояса расположен низкотравный альпийский пояс с разнотравной растительностью. На относительно равнинных территориях, сыртах, расположенных выше 3000-3100 метров над уровнем моря, распространены пустынные степи и холодные пустыни на бурых и токаровидных почвах. Выше альпийского пояса невально-глециальный пояс, где встречаются скалы, курумы, сыпучие каменистые осыпи, корытообразные долины с ледниками и без ледников. В нижней части этого пояса, в условиях сурового климата, встречаются кабрезевые, лишайниковые горные тундры. Животный мир. Встречается высокогорный баран Маркопола, волки, лисицы, грызуны, птицы, в том числе множество хищных. Провинция внутреннего Тиншани подразделяется на 9 физико-географических округов. Китмин-Тюбинский, Сусамырский, Орто-Нарынский, Кочкор-Джумгальский, Сонкёль-Кичи-Нарынский, Адбаши-Карак-Куюнский, Верхний-Нарынский, Аксай-Арпинский, Узунгий-Каушинский. Хозяйственная деятельность. Температурный режим межгорных долин. Их положение на высоте 1200 метров создает относительно благоприятные условия для выращивания сельскохозяйственных культур. В Китмин-Тюбинской долине наряду с другими культурами выращивают хлопок. В Тогус-Тороузской долине возревают арбузы и дыни. По мере увеличения высоты во внутренних долинах уменьшается количество тепла. Многие теплолюбивые сельскохозяйственные растения не вызревают и таким образом уменьшается видовой состав сельскохозяйственных культур, возделываемых в этих долинах. В отдельных высоко расположенных долинах вообще ограничены условия для земледелия, и они используются лишь как пастбище. А сейчас, используя прием верно или неверно, мы с вами выясним, что вы знаете о природе внутреннего теньшани. Перед вами шесть предложений, и вы должны определить, какое из этих шести предложений верно. Первое. Самая низкая долина Китмин-Тюбинская. 800-1800 метров. Второе. Найвысшая точка внутреннего теньшани. Пик Победы, расположенный на хребте Кокшал-То. Третье. Хребет Кокшал-То сформировался в герцинскую складчатость. Четвертое предложение. Самое жаркое место Сусамырская долина. Пятое. В провинции осадков выпадает много. И шестое предложение. Большая часть рек относится к бассейну реки Нарын. А теперь, ребята, давайте с вами проверим. Итак, предложение 1-3-6 это правильные ответы, то есть верно. А 2-4-5 это неверно. А теперь, ребята, домашнее задание. Домашнее задание. Прочитать параграф 10-5. Ответить на вопросы в конце параграфа. И выучить номенклатуру. Хребты, долины, реки внутреннего теньшани. На этом наш урок закончился. Желаю вам всем удачи!